Добрый вечер! Сегодня мы смотрим французский фильм «Йо-йо». Его автор, великий французский комедиограф Пьер Этекс, любезно согласился принять участие в нашей программе. Здравствуйте, Пьер. Здравствуйте. Вы впервые в России или уже бывали здесь? Впервые я приезжал в Россию в 1963 году представлять свой фильм «Воздыхатель», в котором речь шла о Франции того времени. На московском кинофестивале, да? Да, на московском кинофестивале, верно. Как фильм воспринимался в то время? Я помню только, что во время показа фильма в Кремле публика принимала его очень доброжелательно. Но как был воспринят фильм впоследствии, я не знаю. Я даже не уверен, что он вообще был куплен для проката в вашей стране. Да, фильм был куплен, это я хорошо помню. Вы тогда общались с прайсой? Да, я общался с журналистами, причем получилось очень забавно. Это происходило в эпоху Хрущева, когда по его распоряжению каждый фильм, чтобы быть представленным к награде, должен был нести определенную общественную или политическую идею. И вот у меня спросили, содержание моего фильма, оно социальное или политическое? И я ответил, послушайте, у этой картины единственная, очень важная и одновременно простая цель – заставить зрителей смеяться. Мне сказали, что это немного легкомысленно. Вероятно, эти слова очень удивили журналистов. Да, удивили журналистов, но что ж поделать. Странно, что ваша фильмография начинает с очень серьезного фильма. Я, правда, не помню, чтобы я вас в нем видел. Имеете в виду «Карманник». Как вы там оказались? Дело в том, что в юности я работал фокусником в цирке. Даже сейчас мои руки кое-что помнят. А у Робера Брессона в фильме «Карманник» снимался такой актер – Кассажи. И этот Кассажи играл, собственно говоря, вора. И Брессон попросил меня поработать с этим актером. Он считал, что поскольку я способен показывать фокусы, то умею и незаметно прятать вещи. А я ему объяснял, что это уже совсем другая профессия. И все же я согласился помочь. В конечном итоге, из всех этих движений рук, манипуляций с предметами, когда герой крадет на вокзале сумку, бумажник, часы и прочее, из всего этого и сделали фильм. В этом и заключалась моя роль в «Карманнике». Вы сказали, что были иллюзионистом, но на самом деле в цирке вы были не только им. Да, клоуном. Это такой персонаж, который требует от артиста массы навыков. Нужно уметь делать самые разные вещи. Поэтому я выучился музыке, хотя так и не стал великим музыкантом. Я всегда умел приспосабливаться к новым амплуа. Я был акробатом, хотя по-настоящему никогда акробатикой не занимался, потому что особых данных для этого не имею. Также я освоил навыки жонглерства, что просто необходимо клоуну для выступления. Я многому научился. И все это мне пригодилось в кино, потому что когда ты – человек, вокруг которого сосредоточен весь фильм, тебе просто необходимо быть разносторонним. Вы также работали с комедийным актером и режиссером, очень популярным в России, слегка русским. Я имею в виду Жака Тати. А, да, точно. Но это немного другое. Кстати, именно благодаря Тати я и познакомился с Брессоном. С Тати я работал в течение четырех с половиной лет. Я наблюдал за съемками каждого эпизода и постепенно сам научился режиссуре. Но когда я ушел от Тати, мне совсем не хотелось продолжать заниматься кино. Я мечтал вернуться в цирк или в мюзик-холл. А что-то вас заставило вернуться в кино. Это получилось случайно. Я бы даже сказал, по чудесной случайности. Просто однажды мне в голову пришел сюжет, который было практически невозможно передать на экране. Это была история о человеке, который получил прощальное письмо и попытался написать ответ. Но все предметы объединились против него. Все, ручка, перо, бумага, чернильница. Все, 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 абсолютно все. Каждая вещь словно приближала катастрофу. И я подумал, если бы это удалось снять, получилось бы отличное кино. Вот так я и сделал свой первый короткометражный фильм. Затем вы сняли еще одну короткометражку, которая принесла вам премию «Оскар». Самую престижную в наше время кинонаграду. Вы делали ее вместе с Жаном Глудом карьером. Да. Как фильм попал на «Оскар»? Я так до конца и не понял, как именно это все произошло. Продюсер принял решение послать этот фильм на соискание премии, а меня об этом даже не предупредил. Когда фильм попал в число номинантов, он мне тоже ничего не сказал. Просто он уехал туда с подружкой. Это очень... По-французски. Очень по-французски. Так вот, эта парочка поехала на «Оскар», и когда они вернулись, продюсер показал мне этот «Оскар». Я говорю, спасибо. Нет-нет, отвечает он, это мое. И поставил прит себе на полку. Сейчас он уже умер, его вдова унаследовала этот «Оскар», и я даже не знаю, где он теперь. Но это осталось в вашей биографии. Да, конечно. 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 Так. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так создавался сценарий... Кстати, Жан-Клод Карьер сказал однажды то, что меня очень удивило... Он сказал... Достаточно иметь начало и конец... Затем чем-то заполнить середину и, собственно говоря, получаешь фильм или сценарий... Ну, а это что? Молоко... 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 Шеф... Что? Подойдите сюда... Молоко... 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 Я был просто очень амбициозным, возможно, даже слишком... Просто я воспитан на немом кино... Я смотрел фильмы Чаплина, Гарольда Лойда, Лона Чейни, Жоржа Мельеса... Все мое детство пронизано этой атмосферой... Мне очень нравилось такое кино... И, между прочим, когда я первый раз пошел в цирк и увидел там клоунов... Они мне показались людьми с другой планеты... Совсем как комики из немого кино... Цирк был для меня всегда тесно связан с кинематографом... И мне никогда не хотелось заниматься ничем другим, кроме цирка... С другой стороны, мне кажется, что если бы я в свое время не увлекся цирком... Я бы не стал впоследствии заниматься кино... В цирке нужно выходить к зрителю каждый день... Только так можно наработать по-настоящему хороший номер... Нужно всегда верить в то, что делаешь, это очень важно... Чтобы показать какой-то номер зрителю, ты оттачиваешь свое мастерство... День за днем, в течение многих лет... И ты находишься в постоянном контакте с другими артистами... И день за днем ты узнаешь все больше... И этому вас никто не научит, ни один режиссер-постановщик... Так вот, мне кажется, что если бы у меня не было подобного опыта... Я бы никогда не смог заниматься кино... С другой стороны, у меня был отличный наставник Тати... Который чтил и постоянно возвращался к традициям немого кино... И по большому счету, ремеслу режиссера я научился именно у него... И знаете, я всегда был уверен... Что не смог бы снимать кино по-другому... Давайте, бейте! Это не все! Смотрите сюда! После ее вы продолжили снимать в той же манере... Но уже фильмы со звуком и голосом... Как вам удалось совместить эти две вещи? Я использовал очень мало так называемых комических диалогов... Во французских комедиях всегда слишком много болтовни... Я же вставлял диалоги только с одной целью... Рассмешить зрителя... Я брал такие ситуации, которые внешне не кажутся смешными... Но в определенном контексте получаются очень забавными... В такой нетрадиционной манере я использовал диалоги и в своем фильме «Большая любовь»... Вот, например, герой делится своими воспоминаниями... Он так задумчиво произносит... Когда я встретил Флоранс, я был на террасе кафе де Пари... Нет-нет, я был не на террасе, я был внутри кафе... Ах, нет, я все-таки был на террасе... Он сомневается... У него плохая память... И каждый раз, когда он это говорит, мы видим его то на террасе, то в зале... Как только появляется официант, чтобы налить кофе... Герой говорит... Нет-нет, на террасе или... Нет-нет, в зале... И официант носится туда-сюда... Это необычно... Шутка, получается, связанная с текстом... Скоро вы разберетесь где... На террасе, так на террасе, в зале, так в зале... Решайте, я не могу больше так работать... Хорошо, хорошо, хорошо... Но вернемся к проблемам содержания фильмов... В ее, по-моему, есть идея... Не лежащая на поверхности, но очень... Но очень гуманистическая... И это могло бы понравиться Никите Хрущеву... Да, безусловно... Это идея о том, что нужно любить то, чем ты занимаешься, свою профессию... Это самое главное... Неважно, что ты делаешь... Но если тебе это не нравится... Ничего хорошего не получится... Мне повезло... Я ужасно любил свою работу... И люблю до сих пор... С моей точки зрения, Йо-Йо... Это фильм, который связывает между собой несколько эпох... Он создает впечатление, что есть художественная связь между немым и звуковым кино... Между 60-ми годами, когда был сделан фильм, и современностью... Я надеюсь, что зрители канала «Культура», современные зрители... Будут воспринимать фильм так же невинно, как и его первые зрители... Я тоже на это очень надеюсь... Для меня и моего сценариста Жан-Клода Карьера... Именно это было очень важно... Я его очень ценю как коллегу, потому что он был блестящим Гэггманом... У него просто невероятное чутье на шутке... Удивительно, что мы смогли показать историю одного персонажа через историю всего мира... Герои вписаны в мировой контекст. Это, конечно, обновило жанр эксцентрической комедии. Спасибо за то, что вы к нам пришли и рассказали о своей карьере. Я надеюсь, что то, как вас примут Йо-Йо в России, вас не разочарует. Большое спасибо. 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 У нас в гостях был Пьер Этекс, великий французский комедиограф... Автор фильма Йо-Йо, который вы сейчас увидите... Который, с моей точки зрения, связывает между собой несколько эпох истории Тино... И напоминает самые актуальные опыты возрождения эстетики немого Тино. Приятного просмотра. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ